Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Оксана Василенко. Сегодня в нашем выпуске. Дома номер 4 А по улице Героев Сталинграда коммунальщики планируют завершить к середине октября. В рамках ежегодного фестиваля «Золотая осень мира» в Ильичевске состоялась презентация книги Ивана Гайдаенко «Санта Мария». Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація, про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global City.net. Завдяки стабілізації валютного ринку та в економіки України Національний банк вирішив знизити з п'ятниці облікову ставку з нинішніх 27 до 22%. Про це повідомляє пресслужба НБУ. У Нацбанку запевняють, що на прогнозному горизонті переважатимуть фактори, які сприятимуть уповільненню інфляції в нашій країні. Серед них будуть збалансованість грошово-кредитного ринку, низькі ціни на сировинні товари на світових ринках, подальше зниження девальваційних та інфляційних очікувань. Валове річне виробництво меду в Україні перевищує 70 тисяч тонн, що дозволяє країні займати перше місце в Європі і третє у світі. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Ярослав Краснопольський під час міжнародної конференції щодо біологічно активних продуктів джільництва. повідомляє пресслужба відомства. Зараз виробництвом меду в Україні займається більше як 400 тисяч бджолярів. Виробничий фонд налічує близько 3 мільйони бджолиних сімей. Постійно зростає експортний потенціал продукту, зазначає Краснопольський. Через зволікання з реалізацією її реформи державної служби Україна не може отримати макрофінансову допомогу від Європейського Союзу, яка становить майже 800 мільйонів євро. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Він нагадав, що транш надійде лише після ухвалення стратегії реформування та закону про державну службу. Адже це, за словами Дмитра Шимківа, є маркером для наших європейських партнерів. Водночас він зауважив, що із майже 1200 правок до відповідного закону профільний парламентський комітет розглянув лише 100. Наступним кроком для вирішення проблеми з нелегальними мігрантами має стати тривалий процес чесного розподілу біженців серед країн-членів Євросоюзу. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, зазначивши водночас, що рішення розмістити 120 тисяч нелегалів уже є першим кроком у цьому напрямку. Натомість президент Ради Європи Дональд Туск зазначив, що в Євросоюзі розуміють найбільший наплив мігрантів та біженців ще попереду. Тому необхідно змінити політику відкритих дверей і зосередитись на захисті зовнішніх кордонів ЄС та на допомозі тим країнам, які приймають біженців, наголосив Дональд Туск. Міністерство внутрішніх справ України обіцяє, що журналісти і виборці зможуть отримувати інформацію про порушення виборчого процесу в режимі реального часу. Про це повідомили в пресслужбі МВС. Для цього відомство запускає геоінформаційну систему «Вибори-2015». Вона дозволяє в режимі реального часу дізнатися про кількість і характер правопорушень у тому чи іншому населеному пункті. Крім того, з використанням системи можна отримати інформацію, на якій стадії розгляду перебуває кожен окремий факт. У ній передбачена можливість приєднання до повідомлень про порушення медіафайлів, фото або відео. Банер з посиланням на його інформаційну систему «Вибори-2015» розміщено на офіційному сайті МВС України. Міністерство також пропонує карту, на якій можна буде побачити місце порушення. Для Одеської області подібну інтерактивну карту порушень вже запустила Одеська обласна організація Комітету виборців України. Дякую за перераспределення бюджетних назначень. Вопрос о перераспределении бюджетних назначень был главным в повестке дня заседания Исполнительного комитета Ильичевского городского совета. Согласно решению по этому вопросу, 900 тисяч гривень направлено на капитальный ремонт стадиона Молодолинской школи, 200 тисяч выделено на благоустройство площади имени Стрябко. Из резервного фонда городского бюджета 1,5 млн гривень предусмотрено на перенос канализационных коллекторов, расположенных в районе 9-го микрорайона, где активизировались оползневые процессы. На заседании Исполнительного комитета Ильичевского горсовета был принят ряд важных для нашего города решений. Первый вопрос, по которому докладывала начальник финансового управления Ольга Яковенко, касался перераспределения бюджетных назначений. Благодаря этому значительные средства будут направлены на неотложные работы по ремонту и благоустройству на территории Ильичевского горсовета. Нужно профинансировать окончание капитального ремонта кровли школы искусств, нужно выделить деньги для окончания стадиона школы Малодолине, нужно профинансировать работы по вывозу Муцета в селе Александровка. Вот это те основные направления, которые сегодня мы заложили в этом проекте решения Исполнительного комитета. Сегодня уже принято по нему положительное решение. Из резервного фонда бюджета города было выделено полтора миллиона гривен для выполнения работ по переносу коммуникаций в девятом микрорайоне. Ввиду того, что активизировались сумные процессы в районе берегу крепления, в районе Бугова, значит, вот не кладкая необходимость выделить деньги из резервного фонда для переноса двухнапорных коллекторов. Потому что, если мы этого не сделаем, то в любую секунду может быть сокол грунта в районе этих коллекторов, и может получиться их разрыв, и может произойти экологическая катастрофа. Заместитель Ильичевского городского головы Лариса Печахчи доложила по вопросу о готовности теплового хозяйства предприятия Ильичев теплоэнерго к отопительному сезону. Члены исполкома приняли решение по вопросу об организации дорожного движения велосипедистов вдоль улицы Парковой в районе Приморского парка. Кроме этого, были рассмотрены вопросы квартирного учета граждан, а также вопросы отдела образования Ильичевского горсовета, службы по делам детей и опекунского совета. Учитывая пожелания горожан, члены исполкома приняли решение по вопросу об усовершенствовании социального маршрута номер 3. В заключении, управляющий делами Игорь Лубковский доложил по вопросу о награждении граждан грамотами исполкома. На сегодняшний день задолженность жителей дома номер 10 по улице Героев Сталинграда только за квартплату и электроэнергию превышает 100 тысяч гривен. Некоторые жильцы умудряются годами не оплачивать коммунальные услуги, и сумма долга отдельных граждан колеблется от 500 до 5000 гривен. В среду к недобросовестным плательщикам пришли с визитом представители исполнительной службы. Если должники в ближайшее время не рассчитаются за потребленные услуги, на их имущество будет наложен арест, а долги будут взиматься принудительно. В девятиэтажном доме по улице Героев Сталинграда 10 расположены около 250 квартир. Жители многоэтажки обслуживаются городскими коммунальными предприятиями на общих основаниях. В доме есть электроэнергия, вода, тепло. Но оплачивают эти услуги далеко не все жильцы. Сегодня задолженность дома только за электроэнергию и квартплату составляет более 100 тысяч гривен. С визитом к недобросовестным плательщикам в среду пришли представители исполнительной службы и предприятий, поставляющих коммунальные услуги. На сегодняшний день ГУЖКХ обратилась в суд о принудительном взыскании задолженности. С некоторых жителей, у которых существенная задолженность, есть решение суда. По решению суда принято к производству это решение суда и с участием исполнительной службы. Мы сегодня находимся здесь по причине описи имущества. На данный момент должников в районе 10 на исполнении находятся, хотя так их, конечно, больше. Суммы разные. И 500 гривен, и 1000, и 3000. И сегодня у нас самая максимальная сумма – это 5000 гривен. Естественно, таким визитерам рады далеко не все. Несмотря на громкий стук, часть дверей так и не открыли. Граждане, к которым удалось попасть, ссылаются на сложные жизненные обстоятельства. Но для закона это не является основанием не платить за коммунальные услуги. Мы накладываем арест на имущество. У должников, у которых мы были, арест уже наложен. И в дальнейшем, то, что происходит, проводится опись взятия имущества для передачи на торги. Также по суммам, которые не превышают трех минимальных заработных плат, работающие должники, мы отправляем на зарплату, удерживаем заработную плату, пенсию или других доходов. Я хочу обратиться к уважаемым жителям. Не создавайте себе проблем, не накапливайте задолженности. Предоставленные коммунальные услуги должны оплачиваться ежемесячно. Чем больше накапливается долг, тем его труднее погасить. Не вынуждайте нас обращаться в судебные органы для того, чтобы взыскать эту задолженность принудительным путем. Тем не менее, за счет городского бюджета в доме производятся работы по усовершенствованию электроснабжения каждой квартиры. У ЖКХ продолжают работы по реконструкции электроснабжения этого дома с переводом жителей на прямые взаиморасчеты с энергопоставляющей компании. То есть, это будут установлены по квартирным приборам учета. Хочу сразу предупредить, что для того, чтобы жители были переведены на прямые взаиморасчеты, должна быть погашена существующая задолженность. Обслуживание жилого фонда коммунальными предприятиями города производится за счет платежей населения. Поэтому своевременная оплата за потребленные коммунальные услуги – это обязанность тех, кто ими пользуется. А сейчас информация Личевского района электрических сетей о том, где в пятницу в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с ремонтными работами в пятницу, 25 сентября, с 8 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по улицам Александрийской в домах с 10 по 13, 16, 18, 18 А. Героев Сталинграда в домах 7, 9, 11, 13, 12, 14, 16. Карла Маркса в домах 6, 6 А, 9, 11, 13, 13, 15 А, 15, 17, 17 А, 19, 21. 1 мая в домах 7, 7 А, 9, 11, 13, 15 А, 17. Ленина в доме номер 20 А, средний с 25 по 71 и с 50 по 76 дома, южной, измаильской, октябрьской, 8 марта, с садовом обществе «Портавик» с 1 по 4 и 8 линии. В коттеджном комплексе «Солнечный», а также в находящихся по этим адресам Дворце спорта «Юность», АТС, Насосных, Бойлерных, отделениях «Ощадбанка», Банка финансов и кредит, «Приватбанка», ВТБ, Банка «Оваль», Идея «Банк», Департаменте юстиции, Канализационно-насосной станции, Ильичевском отделе госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в переговорном пункте, радиоузле, школе номер 4, детском саду номер 12, почте номер 4, Дюсыша, Черноморец, предприятиях «Интекс», «Терминал», «Креатив», «Гамма», в магазинах «Автомастер», «Маэстро», «Пеликан», «Пивной дом», в гаражных кооперативах «Искра» и «Жигули», «Надежда», «Прибой», «Парус», в автозаправочной станции «Свекон», в ветлечебнице, в вечернем рынке и прилегающих магазинах, парикмахерских «Миледи», «Натали», «Красотка», ресторане «Филичита», сапожной мастерской, офисе политмедсервиса, бухгалтерии соматологической поликлиники и в самой поликлинике, парке молодежном, аттракционах, киосках, кафе «У Фонтана», итальянский бульвар, итальянский квартал, пекарни «Маркиза», рынке курортный, бизнес-центре. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за временные неудобства. В середине октября отдел коммунального хозяйства и благоустройства Ильичевского городского совета планирует завершить работы по ремонту придомовой территории дома номер 4А по улице Героев Сталинграда. На сегодняшний день там уже оборудованы парковочные карманы, монтируется декоративное ограждение клумб. В июле текущего года Ильичевский горсовет принял решение о выделении средств для выполнения капитального ремонта благоустройства двора возле дома номер 4А по улице Героев Сталинграда. На данный момент выполнены работы по установке нового бортового камня, распланирован чернозем, сделаны карманы для парковки автомобилей. И на данный момент проводится устройство декоративного ограждения зеленых насаждений. 15 октября планируется завершить ремонтные работы на придомовой территории. Жители при желании также могут принять участие в благоустройстве своего двора, высадить цветы на клумбах и поддерживать порядок около дома. А сейчас информация коммунального предприятия Ильичевского водоканал о том, у кого в пятницу в нашем городе не будет воды. В связи с аварийным отключением электроэнергии службы РЭС в пятницу, 25 сентября, в период времени с 0 до 6 часов будет снижено давление подачи холодной воды. Вода будет поступать до 4-5 этажей. На жилые дома и в другие объекты в Ильичевске по улицам 1 Мая в домах 1 Г, 2, Ленина в домах 35А, 35Б, 35Г, 39, 41, 43, Бульвару Гайдара в домах с 1 по 3, 5, 7, улице Парковой в домах 34, 36, 44, 46А, 46Б, жилых домах ЖСК 9 микрорайон и Монолитсервис. Также в этот день в связи с отключением электроэнергии службы РЭС с 8 до 17 часов будет снижено давление подачи холодной воды на жилые дома и другие объекты в Ильичевске по улицам Героев Сталинграда в домах 3, 3А, 3Б, 5, 7, с 9 по 14, 16, Александрийской в домах 10, 12, 16, 18, 18, 18А, 20, 22, Карла Маркса в домах 6, 6А, 9, 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 19, 21, улица Первого Мая в домах 13, 15А, 17. Ильичевск Водоканал приносит свои извинения за временные неудобства. С приходом осени ильичевцы начали активно убирать свои приусадебные участки и сжигать сухую листву. В результате этого значительно увеличилось количество пожаров. Ильичевские спасатели призывают ильичевцев соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков. За минувших 9 месяцев на территории Ильичевского городского совета произошло около 30 природных пожаров. И зачастую главная причина таких возгораний – это неосторожное обращение людей с огнем. Все эти возгорания в экосистемах возникли по определенным причинам, когда люди не соблюдают правила пожарной безопасности и установленные правила органами исполнительной власти, и сжигают мусор, сухую траву. В данный момент это актуально опалые сухие листья. Сжигают данный мусор и это приводит к возгоранию сухого настила, который расположен рядом. В конце августа в селе Бурлача-Балка в результате возгорания сухой травы и мусора пострадала 76-летняя женщина. Она получила ожоги 60% тела. Кроме того, возгорание в экосистемах наносит и значительный материальный ущерб. Ущерб данными возгораниями был нанесен примерно 800 тысяч гривен. Может нанести ущерб рядом стоящим зданиям, также может нанести ущерб машинам вблизи припаркованным. Есть случаи, когда сжигают данный мусор вблизи автодорог, что затрудняет видимость для водителя и создает аварийную обстановку. Осенью ильичевцы начинают массово сжигать сухую листву и ветви на своих придомовых участках. Нередко такие действия имеют плачевные последствия. На территории Ильичевского городского совета регулярно ведется профилактическая работа с целью предотвращения разжигания костров. На территории нашего села мы, сельская администрация, ведем эту работу, вручаем людям предписания. Постоянно ведем профилактические беседы и проводим инструктажи, которые предписывают, что сжечь на прилегающих территориях и на своих земельных участках сухую траву – это очень опасно. В отношении нарушителей мы даже предпринимаем определенные меры, составляем протоколы. Кстати, хочу сказать, что на территории Ильичевского городского совета утверждены правила благоустройства. Пункт 32, который предписывает, что распаливанные вогники, лысть заборонено. Сжигать сухую траву и ветви на территории городского совета запрещается. Весь мусор нужно вывозить в специально отведенные места. Есть на территории Ильичевского городского совета специализированные предприятия, которые занимаются вывозом бытового мусора и крупногабаритного мусора. На сегодняшний день из 1360 домовладений, которые у нас имеются на территории села Молодолинского, заключено договоров на вывоз бытового мусора порядка 650 человек заключили договора. Что касается вывоза крупногабаритного мусора, листвы, каких-то крупных, мебели БУ, то здесь точно так же можно обратиться к этому предприятию и за определенную плату предприятие проводит вывоз этого мусора. Первый осенний месяц практически завершен, а вот листопад еще только начинается. В связи с этим Ильичевские спасатели призывают горожан быть максимально бдительными и осторожно обращаться с огнем. По сведениям Ильичевской госавтоинспекции, в период с 17 по 24 сентября на территории Ильичевского городского совета зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В воскресенье 20 сентября в 17 часов 30 минут в селе Бурла-Чабалка произошло столкновение. По улице Приморская двигался автомобиль Ниссан, водитель которого отклетлась от управления машиной, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Фольксваген. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 7-летний ребенок, пассажир Ниссана, который получил ушиб грудной клетки. Информация о дорожно-транспортном происшествии является первичной. Материалы находятся в следственном отделе Ильичевского городела милиции. Проводится проверка. В рамках ежегодного фестиваля «Золотая осень мира» в Ильичевске состоялась презентация книги Ивана Гайдаенко «Санта Мария». Дочь писателя Валентина Гайдаенко, заслуженный журналист Украины, рассказала Ильичевцам о своем отце и о его произведении. В четверг в детской городской библиотеке прошла встреча члена Президиума Одесского областного совета мира Валентины Гайдаенко с курсантами Ильичевского морского колледжа Одесского национального морского университета. Валентина Ивановна – дочь известного одесского писателя-мариниста, драматурга, публициста, общественного деятеля Ивана Гайдаенко. Он был фронтовиком, прошедшим не только Великую Отечественную войну, но и познавший, наверное, один из первых, что такое ужасы фашизма, потому что в 1936 году на теплоходе «Комсомол» их экипаж захватил фашистский режим Франко в Испании, у берега Испании. И просидев в фашистской тюрьме Порто де Санта-Мария целый год, советское правительство их освободило. Ну а потом, конечно, он не мог молчать, должен был поделиться с людьми своим видением, что такое фашизм, и посвятил всю свою жизнь, конечно, морю и книгам. Стал литератором, стал писателем. Валентина Гайдаенко часто встречается с Ильичевскими читателями. Библиотечные фонды нашего города регулярно пополняются новыми книгами Ивана Гайдаенко. В этот раз Валентина Ивановна познакомила юных ильичевцев с книгой «Санта-Мария», в основу которой положены реальные события. В 2014 году было столетие со дня рождения Ивана Петровича, и мне так повезло в этой жизни, что мне помогли издать юбилейно избранное Ивана Петровича трехтомник. И этот трехтомник я подарила библиотеке детской, подарила центральной библиотеке. Сегодня я приехала тоже с книгой, одной из главных книг жизни, можно сказать, всей Ивана Петровича. Эта книга называется «Роман «Санта-Мария». Она объединяет две книги «Оливы горят» и «Санта-Мария». Это рассказ именно о тех событиях, которые были в 1936 году, по 1939, далекой от нас, испанской земле. Участники встречи – это совсем юные ребята, которые недавно определились с будущей профессией и вступили во взрослую жизнь. Поэтому творчество Ивана Гайдаенко им особенно близко. Этот человек, он был не только одесситом, он писал о море, писал о тружениках моря, писал о докерах, о моряках. И поэтому на его книгах воспитывалось молодое поколение того времени. И я думаю, что сейчас они должны тоже воспитываться на литературе именно одесских наших поэтов, писателей. Юноши с увлечением слушали рассказ Валентины Гайдаенко об истории тех далеких лет. «Мне было сегодня очень интересно узнать о таком известном писателе, о книгах, о которых он написал, о жизни его. И узнать, как он проводил свое время, узнать о человеке примерно нашего возраста, узнать о его жизни, как они раньше работали, как было в море в то время». Все Ильичевские библиотеки получили в дар историческую книгу «Санта Мария». Теперь у ильичевцев есть прекрасная возможность не только познакомиться с новым литературным произведением, но и открыть для себя новые факты истории. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Оксана Василенко. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok